Давайте мы прочитаем Деяния, 17 главу, 10 и 11 стих. «Братья же немедленно ночью отправили Павла из силы верию, куда они прибыв, пошли в синагогу инудейскую. И здешние были богомысленные филосолоникийцы, они приняли слово со всем усердием, ежедневно разбирая описание, точно ли это так». И вот здесь интересное место, мы видим, как Павел и Сила пришли верию, это город такой, и те люди, которым они проповедовали, написано, они приняли слово со всем усердием, ежедневно разбирая описание, ежедневно разбирая описание. Они делали то, что мы делаем каждую среду. Только они это делали каждый день. Ну, хотя бы раз в неделю мы это делаем. Может быть вы дома как бы еще это тоже делаете. Смотрите, они каждый день разбирали описание, не просто читали. Они не просто читали даже, а разбирали, изучали, вникали в него. Написано со всяким усердием. Конечно, они делали это каждый день, и мы тоже должны это каждый день делать. Дома, когда мы читаем Библию, да. Но особенным образом, когда мы в среду собираемся вместе, и мы вместе с вами разбираем писание. И здесь написано, что эти люди, они более были благомысленнее, да, благомысленнее. То есть, они более были мудрыми, потому что они так делали. И дальше, что интересно, что они не просто разбирали писание, но смотрели, точно ли это так. То есть, точно ли апостол Павел и сила им проповедует. То есть, они не были просто легковерными, которые вот услышали, и так вот такие добродушные, легковерные поверили, и все. Нет, они сказали, да, апостол Павел, ты очень интересно проповедуешь, да, это заманчиво выглядит. Ну, давай все-таки мы посмотрим, а точно ли так Библия говорит об этом. То есть, они проверялись с писанием, они хотели убедиться, действительно ли то Евангелие, которое они слышат, оно действительно Библия о нем говорит. Аминь. И вот я хотел сказать, а почему для нас все-таки это важно, быть такими же людьми, как эти верующие люди в вере. Почему для нас это важно? Я вот хотел вам прочитать два места Писания, или вообще важно ли нам так, можно вопрос сказать. Нужно ли христианам вот такими же быть дотошными, и так же изучать и разбирать Библию. Или может быть достаточно просто так вот доверить, как веришь, да. И вот я хотел прочитать послание к евреям, 4 глава. Здесь написано 12 стих. 4, 12 евреям. Ибо Слово Божие живо и действенно и острее всякого меча поюдоострого, оно проникает до разделения души и духа, состава и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. И нет твари сокровенной от него, но все обнажено и открыто перед очами его, ему дадим отчет. И вот что здесь важно, здесь написано, ему, то есть кому, Слово Божьему. Даже не Богу написано, хотя понятно, что Богу, да, но Слово Божьему. Слово Божьему, ему дадим отчет. И также сразу же вспоминаются слова самого Господа Иисуса Христа, это в Евангелии от Анна, 12 глава, который сказал, 48 стих, «Отвергающий меня и не принимающий моих слов, имеет в себе судью. Слово, которое я говорил, еще раз, слово, которое я говорил, оно будет судить этого человека в последний день». Видите, как бы даже сам Иисус говорит, хотя мы знаем, читаем в Библии, что Иисус, написано, что Бог, Отец, будет судить вселенную посредством своего Сына, Иисуса, да. Но здесь как бы Иисус говорит, что я не буду никого судить, но мое слово, оно будет судить. Я могу такой простой пример привести, чтобы нам это понятно было, более ясно. Я думаю, что любой судья, который справедливый в суде, он может так же сказать, он может сказать, «Я никого не сужу». Конституция Российской Федерации и Уголовный Кодекс, он судит. Правильно? То есть все, что я делаю, я просто смотрю, поступки этого человека соответствуют законам. Если соответствуют, значит, он не виновен. Если не соответствуют, значит, он все. Поэтому я никого не сужу, а судит закон. В принципе, любой судья может так сказать справедливо. И вот поэтому также Иисус говорит, что слово мое, оно будет судить вас. Значит, мы прочитали, что слово – это судья, и мы также прочитали, что мы дадим отчет Божьему слову. Поэтому, возвращаясь к нашему вопросу, действительно ли для нас важно сегодня изучать Библию? Да, мы согласимся. Важно, потому что именно ему, Божьему слову, мы, люди, дадим отчет в конце своей жизни. И там не пройдет, знаете, как, есть также вот такая присказка у милиционеров, там, у судей. Они говорят, даже записано, по-моему, такое в законе, да, записано, что незнание закона не освобождает от ответственности. Рома, как правильно? Именно дословно, да? Незнание закона не освобождает от ответственности, да? Поэтому, если человек какой-то нарушил закон, ну, например, он украл, и его поймали, и он скажет, о, я даже не знал, что есть такой закон, да? И он скажет, извини, это уже твои проблемы. Если ты не знал, ты все равно будешь отвечать. То же самое, если на Божьем суде какой-нибудь грешник скажет, что я не знал, то то же самое Иисус говорит, я предупреждал. Все, что надо было, вот оно, вот оно. Аминь. И поэтому, если кто-то скажет, а почему, может быть, так было принято, я так делал, потому что все так делали, да? Или там, мне батюшка там какой-то, или даже пастор сказал что-то делать. Это не прокатит, да? Есть только написано слово, которое будет нас, вернее, мы дадим ему отчет. Хотя мы знаем, что верующий Сына Божиего на суд не приходит. То есть тот человек, который верующий, который идет за Иисусом, который живет словом, его не надо даже судить. Но тот человек, который не родит, то, конечно, это опасное состояние. Аминь. Вот поэтому, так же, это одна из причин, почему мы с вами вместе собираемся, потому что мы хотим вникнуть, разобраться в это слово. И так же, как написано, они вникали точно ли так. То есть я даже всегда говорю, что то, что я проповедую, слушайте это, но так же смотрите, и что Библия говорит, да? То есть не просто, что доверчивый, потому что люди бывают доверчивы, там, послушали одного проповедника, послушали другого. Возьми Библию, убедись, открой Библию и убедись, потому что ты будешь, ты не скажешь потом, что вот какой-то проповедник, или какой-то батюшка, или какой-то священник мне сказал, и я это делал. Там не прокатит. Вопрос, Бог говорил это словом Божиим или не говорил?